В Заволжье, в местечке Мукшума, следует самый древний археологический памятник на территории Чувашской Республики. Чем жили наши предки 8 тысяч лет назад? Это пытаются выяснить ученые Института гуманитарных наук и студенты Педуниверситета. Это было время первобытных охотников и рыболовов. После ледникового периода крупные животные, в частности мамонты и носороги, вымерли. Все живые существа, по сути, заново находили свое место в новом мире. Ни на Урале, ни на Верхней Волге, ни в Азии неизвестно памятников этого периода с такой выраженностью сохранности культурного слоя. Поэтому работа требует особого внимания. Эти археологические памятники ученые обнаружили еще 20 лет назад. Здесь около 30 значимых мест каменного, бронзового и средних веков. Первые раскопки прошли в 2000-м, но сейчас дошли до самой древней части. Сейчас мы раскапываем ямы и делим их на две части для того, чтобы выяснить, что тут было и какой слой. Просеиваем сначала черный слой, затем это фотографируем, а затем мы раскапываем вторую часть и смотрим, для чего эта яма нужна была. Так слой за слоем студенты снимают землю. Кроме этого, песок просеивают, чтобы не пропустить ни один драгоценный материал. Пишня, топорик, скребок и даже амулет. За неделю собрали большой материал. Вот видите, по периметру огромные ямы. В центре они будут поменьше. Это так называемые отопительные ямы. То есть вдоль жилища располагались скамейки, лежаки. И под ними вырывали в песке ямы и складывали туда горящий уголь. И засыпали песком. И такая получалась как бы батарея изнутри. Если сотрудники гуманитарного института ежегодно выезжают на раскопки, то для студентов первого курса исторического факультета ПИД-университета это первая экспедиция. Она помогла сплотить группу и вникнуть в будущую профессию, отмечают они. Некоторые из парней и девушек уже решили связать свою жизнь с археологией. Джинсы, пахнущие запахом костра. Но все это было, только не было тебя. Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. Продолжение следует...